Дорогие друзья и недруги, продолжим общаться по поводу нациков. В первой части я говорил про 8 лет, то что уничтожали детей и стариков. Вот есть вторая часть, которую я хотел выложить чуть позже. Но у вас было слишком много комментариев, на которые я хочу все-таки ответить про НАТО, про вступление ЕС, почему так все происходит и так далее. Давайте сейчас пока первую ставочку про нацистов в Украине. И попрошу посмотреть на вот этот вот листочек, что мы видим. Многие из вас скажут, что мы видим точку. Если ее приблизить, она будет все больше и больше. То, что я вам показал, это естественно в каждом народе есть какие-то нацисты. В вашем тоже, в нашем тоже. Но их доля очень малая. И мне, конечно, очень горько, когда я увидел в прошлом году, когда Зигу, молодой парень, кинул участнику Великой Отечественной войны. Был бы там, отдал бы подсрачникам этому молодому дебилу. Но мы сами разберемся со своими нацистами. Мы сами разберемся со своими проблемами. В каждой семье есть уроды. Но вы теперь прекрасно понимаете, что в каждой стране есть какой-то урод. Или несколько уродов. Но если взять большую массу, основную массу, то это не проблема. В каждом бочке меда есть ложка дегтя. Я хочу вам показать интересную книгу. Всем навыков высокоэффективных семей. И здесь есть глава. Сначала старайся понять, а потом быть понятым. И мне хотелось бы понять Путина. Почему так происходит? Логически вроде бы, да, НАТО. Чем ближе НАТО, тем опаснее для нации, для страны. Вроде бы как логично. Поэтому он хочет не допустить, что НАТО было по соседству. Но как-то странно. В 2004 году уже три страны соседствуют с Россией. И они входят в НАТО. Это Латвия, Литва и Эстония. Странно. Какая же логика? Какая же логика здесь может быть? Почему Путин не хочет, чтобы Украина стала входить в состав НАТО? Хотя уже две, три страны уже входят. Ребят, я здесь в недоумении. Почему так? Может вы напишите в комментариях? Может вы напишите в чем суть? Вы все знаете Северную Корею. Маленькая, вот такая вот державочка по сравнению с Россией. И если посмотреть на Северную Корею, почему-то на нее никто не нападает. Потому что она ядерная. Ну вдумайтесь, как на Россию взять и напасть. Ну это мировая война. А Россия это ядерное оружие. На нее кто-то будет нападать? На нее кто-то будет нападать? Вдумайтесь. Вы просто вдумайтесь в эти слова. Вот те ребята, которые сидят по ту сторону. Вы только одну сторону видите. А вы вдумались, почему так происходит? В каждой семье есть урод. Да? Так говорят. В нашей стране есть нацисты, как и в вашем есть стране. Но их доля очень малова. Маленькая. И мы естественно сами бы разобрались с этими нацистами. Начинают тут описать о том, что а что ж ты молчал, когда в Одессе жили людей? Когда на Донбассе убивали стариков, детей? Я еще раз говорю, повторюсь, можете просто перейти по ссылочке, где я объяснял, что 8 лет и откуда, как, что там происходило. Поэтому, дорогие друзья, вы сначала поймите одну сторону, чтобы потом говорить. Многие из вас, больше 50% людей из России смотрят мой канал. Естественно, комментариев с вашей стороны будет больше. Особенно те, которые сидят ровно на жопе, просто уйти диванчика, смотрят телевизор. Им на уши так вот лапшу вешают, вешают про нацизм, про потом, что НАТО будет потом атаковать Россию. Ребята, очнитесь, очнитесь, кто попрется на Россию. В каком году кто-то поперся на Россию? Гитлер? Правда же? Гитлер. А когда еще кто поперся? Наполеон? Ну, еще туда пошло-пошло подальше-подальше. Сейчас Россия это сумасшедшая вооруженная страна с ядерным оружием. Кто на нее попрется? Вы вот так вот уберите отсюда и отсюда. И пойдите там на площадь Красную, спросите у своего Гитлера. Почему я говорю, что Путин Гитлер? Потому что вот эти фотографии, о чем-то могут сказать вам. Правда же? Не украинцы вторлись на Россию. А Россия, скажем, путинская власть, вторлась на Украину. И какие могут здесь, блять, оправдания быть? Какие? То, что было в Одессе, то, что на Донбассе, да, это смерти. Это ужасно. Так что будем повторять эти смерти снова. Будем топить людей, мирных людей. Сейчас гибнут, как русский солдат. Так же и украинский. Только еще в Украине умирают мирные жители. Бьют по местному населению. В нашем... О, ебану! И вы сейчас скажете, это все нацисты, блять, это все нацисты. Понимаете, я не видел, кто куда стрелял, да? Ну, если так все убрать, если все убрать, если бы солдат русский не пришел на территорию Украины, этого бы ничего не было. Правда же? Ну, правда же. Если бы путинская власть не вторглась в Украину, никаких бы смертей не было. Так какого клепа он вторгся? Ваш диктатор правит больше 20 лет. Что произошло недавно в Белоруссии? Правда же? Там тоже диктатура чистая, настоящая. И будет из поколения в поколение переходить. Как это было, как это и есть в Северной Корее. Правда? Посмотрите, пожалуйста, The Люди. Там есть фильм про Северную Корею. Вы поймете, там тоже люди счастливы. Они счастливы, потому что у них не с чем сравнить, как живут другие страны. Потому что они не выездные, как это было во времена Советского Союза. Все топили за Советский Союз. Я рожден в Советском Союзе. Я помню, как там было. Там было классно. Реально классно. Я помню эти прекрасные моменты жизни. Но у меня не с чем было сравнить. Я не летал за границу. Я ездил только на Азовское море. Это классно. Многие из ваших детей уже летали за границу. По разным странам. И видели как, и видят, как там живут люди. Свободно. Есть в каждой стране, есть плюсы и минусы. Почему-то пытаются эмигрировать в Европу, или в Америку, или в какие-то другие стороны. Более, более цивилизованные. Почему-то. Да? Наверное, потому что там поинтереснее. Потому что там лучше. Но это все лирика. Русский корабль, иди нахуй. Это может кого-то затронуть. Сидящая на диванчике, подальше, в тишине. Но кто живет сейчас в Украине, это прекрасно поймет. Сколько ненависти, сколько гнева внутри, в сердцах украинцев. Понять это очень сложно. Нужно это прочувствовать. Я это чувствую второй раз. Я уезжал с Донецка, теперь это снова повторяется. И вот эти там супер-блогеры, которые, блядь, а что-то рассказывают. Да тут американцы виноваты. Везде понятно, что лазит Америка. Везде какие-то трения. Но вы не думали, что Путину, что что Путину не очень нравится, что здесь у нас вольный народ. То, что здесь мы, у нас выбирает президента. По срокам. У вас он сидит 20 лет. В Белоруссии тоже 20 лет. Возможно, он не хочет, чтобы его свергли. Потому что там все шатко. Правда же? Желаю всем мира. И чтобы эта война быстрее закончилась. И еще раз напомню, дорогие украинцы. Путинская власть, это не весь русский народ. Есть многие русские за мир. Но там у них там тоже не сладко. И сейчас у них там садят людей, кто выходят на митинги. Их тоже можно понять. Но никто из них не поймет до конца, как больно сейчас украинцам. Субтитры создавал DimaTorzok